В сравнительно недалеком прошлом, немногим более ста лет назад, военная одежда была яркой и многоцветной. Мундиры всех оттенков радуги, блестящие пуговицы, пышные аксельбанты, цветные перевязи, сверкающие палеты, алые и белые штаны, высокие кивера с длинными разноцветными султанами, горящие на солнце медные керасы и шлемы. Шли годы и мода менялась. Все чаще людей и служащих стали переодевать в камусляж. В целях маскировки было создано великое множество его разновидностей. Расцветок сейчас очень много, разновидность очень большая. Есть предназначение для военных в разной расцветке, есть предназначение для охотников, рыбаков, они тоже идут в разной расцветке. Это расцветка дуба, березки, пикселя. Очень распространенная форма сейчас – это расцветка порошенко. Она выглядит крапленым зелено-бежевым оттенком. В городе появились военные, они приходили, нам заказывали эту расцветку, и мы начали для них их привозить. Рыбаки, охотники, путешественники, альпинисты и современные даггеры. География применения камуфляжа становится все шире, а людей, носящих эту форму ежедневно, в частности в нашем регионе, все больше. И не только военных. Совсем недавно в новом обличии перед гражданским населением предстали и правоохранители. Действительно, вот за историю я слышу от коллег, что за последнее там вообще очень длительное время получили действительно по два-три комплекта в одни руки. Работники нашей полиции. Теплые куртки, комбинезоны, водолазки, несколько пар носков, кожаные высокие сапоги и даже термобелье. Конечно, такому обширному набору нельзя не радоваться. Как говорится, тепло и уютно. Конечно, непривычно, потому что обувь, ну, действительно, она, во-первых, она неудобная, как вот мне, например, она неудобная. Но таких мозолей всего там этого нет. Вот. Ходить можно. Термобелье – это, конечно, новинка как такая. Вот. Но он тоже удобно. Можно, то есть уже можно одеться. Это, знаешь, будет тепло. Это не просто как свое что-то можно одеть. Это уже, то есть, полностью комплектовано. Валерия Шульга работает в патрульной службе Селидовского городдела уже больше года. Носить ранее подобную форму ей не приходилось. Признается, как любой девушке, хотелось бы выглядеть более женственно, вне зависимости от выбранной профессии. Это не в юбочке, в туфлях, как хотелось бы, конечно. Ну, удобно. В принципе, форма зимняя. Получили вот недавно эту форму. Новая форма правоохранителей, служащих в зоне АТО, как говорится, создана по последнему песку моды. Однако уже через год с этим комплектом придется попрощаться. Форма та, которую мы сейчас носим, вот эта вся символика, она действительно до 31 декабря 2016 года. С 2017 года будет введена новая форма и все остальное. Что ж, мы во всем стремимся к европейским стандартам. Полицейские у нас уже есть. Осталось дождаться новой формы с новой надписью.